Дневной разворот Дневной разворот Дневной разворот Игорь Владимирович Васильев, наш губернатор, и вы, Дмитрий Александрович, там были. Да. И, мало того, были доклады по нашему региону. Да, все верно. Были доклады, обсуждения. Надо сказать, что это 10-й Гайдаровский форум, который ежегодно проходит. На настоящий момент проходит в Москве, в РАНХИКС. И в первый день губернатор Кировской области, и я принял в работе этого форума участие. Губернатор, в общем-то, принял активное участие во второй день работы данного форума, вы знаете. Основные темы, которые обсуждаются там, сегодня, безусловно, это экономика страны. Но на первом месте это реализация национальных проектов и федеральных проектов, которые входят в национальные проекты. О том, как эта работа уже построена на территории страны. Какие результаты будут в субъектах, как их почувствуют прежде всего жители. Не сухие цифры, не исполнение целевых показателей. Как итоги реализации национальных проектов уже в 2019 году отразятся в жизни обычных граждан Российской Федерации, конкретного субъекта. Безусловно, это было не просто сухое обсуждение. Мы оценивали и обсуждали, в общем-то, горячо и существующие там проблемы. И затрагивали риски и те подходы по нивелированию этих рисков, которые нужно применять при реализации национальных проектов. Если говорить о том, что чаще всего обсуждалось, то одной из основных тем и ключевых тем первого дня, это были отдельные, в общем-то, национальные проекты. И губернатор Игорь Васильев и я приняли участие в обсуждении реализации национального проекта образования. И там была, в общем-то, затронута такая очень непростая тема. Это состояние образовательных организаций дошкольного, системы общего образования, среднего, профессионально-высшего образования, участие в модернизации всех уровней образования частного инвестора. Необходимость, готовность частного инвестора приняли участие в этом, скажем так, бизнес-завтраке, ведущие, скажем так, частные инвесторы из списка. А можем мы сказать, кого мы называем частным инвестором? Из списка Форбса, вы знаете, частный инвестор это тот, кто готов вкладывать средства бизнеса в развитие системы образования. Да, примеры компании, можем какие-то привести. Да, вы знаете, я не про компании хотел поговорить, да, я могу долго это перечислять, смысл в другом немножко. Это более широкое понятие, мы говорим о том, что обсуждался вообще, была дискуссия, принимал участие и министр просвещения Российской Федерации Васильева Георьевна. Но обсуждался вопрос о необходимости, готовности, да, и существующих проблемах. Приводились, безусловно, и лучшие практики, работа частных инвестиций, обсуждался вопрос там фанрайзинга. Но что хочется сказать. У нас система учреждения общего образования вообще в стране, по данным нашей статистики, на 2015 год это около 50 тысяч учреждений. На, скажем так, 16-17 год, ну, так как идет их слияние, юрлиц, не уменьшение количества, там, порядка, может быть, 42-46 тысяч, то есть те цифры, которые я находил, и вы знаете, большая часть из них, безусловно, требует не только там, мы не говорим о капитальной ремонте-реконструкции, но и модернизации, внедрения новых там информационных технологий, постоянного обучения педагогических работников, да, для того, чтобы они, в общем-то, эти новыми технологиями владели. И здесь мы обсуждали возможность участия частного бизнеса, частного инвестора, и какие есть законные механизмы для этого. Это и концессия, это и ГЧП, это и вообще строительство частной школы работы, их в рамках, скажем так, тех тарифов в разных субъектах. Ну, в общем-то, от этой системной работы и обозвучали разные мнения, все сошлись к тому, что, ну, в принципе, уже, как сказали те, кто уже не первый раз участвует в этом обсуждении, что, да, действительно, законные механизмы, там, скажем так, участие частного инвестора, необходимо как-то затвердить, да, в общем-то, очертить. Но здесь есть, конечно, сложности, это и первое, это готовность, да, готовы, большинство участников готовы. Но вопрос второй, это требуется ли это субъектам? Ну, конечно, требуется, наряду с реализацией национального проекта образования, да, который сейчас проходит, здесь будет у нас и строительство школ в сельской местности, и затем строительство школ в следующие годы в населенных пунктах, там, в районах, в городах до определенного количества жителей, там, да, то есть с периферии к центру. Ну, объективно, что здесь, наверное, только совместными консолидированными усилиями, направленными, да, с частным инвестором, можно быстрее решить эту проблему модернизации, в общем-то, и перевод общего образования, общего образования, да, ну, и других уровней на современный какой-то этап. Дмитрий Александрович, если упростить для слушателей, значит ли это, что в ближайшие годы, может быть, ближайший даже год, и в Кировской области будет сделан акцент на развитие как раз частных образовательных учреждений? Вот, вы знаете, я против того, чтобы, обычно скажешь, да, будет сделан акцент, будет, чтобы Кировская область переходит на частное образование. Нет, это так. Мы понимаем, да, в рамках вот того, что я вам сказал, понимаем, что это надо рассматривать, и это надо применять. Обсуждаем ли мы, скажем так, лучшие практики, которые применяются в стране, и пытаемся ли мы их транслировать на Кировскую область, да, конечно. Конечно. Но здесь есть сложность. Вы знаете, частные инвесторы, они очень аккуратно идут в эту сферу, потому что срок окупаемости этих инвестиций, ну, в рамках там концессии и ГЧП у нас, по данным Министерства экономического развития Российской Федерации, открытым источником средний срок заключения контрактов там до 13 лет. Если частный инвестор заходит и строит, скажем так, школу в рамках там ГЧП, либо реконструирует в рамках концессии, то он, в общем-то, должен в рамках действующего законодательства в последующем работать по существующим тарифам, да, и эти частные инвестиции, ну, наверное, каким-то образом там вернуть. Но так или иначе, у нас здесь, если вы знаете, мы обсуждали вопросы, я выходил с этим предложением, что если в системе здравоохранения есть для частных там инвестиций, частного бизнеса есть четкая система там тарификации, да, то в системе образования, в общем-то, по разным уровням субъектам нет ни четко там выстроенных там концепций формирования тарифного соглашения, в общем-то, ни нормативов, ни структуры. Здесь мы выходили с конкретной. И поэтому для того, чтобы вот эта вот система частных инвестиций в систему образования заработала, и в том числе нужно ответить на этот вопрос для частного инвестора, по каким тарифам он будет работать после того, как он вложит свои средства в модернизацию существующей системы. Он должен просто иметь возможность оценить, я так понимаю, да, свои вложения, их эффективность. Есть некие гарантии, которые будут выражены в конкретной нормативно-правовой базе. Правильно я вас понимаю, что привлечение частных инвестиций в образование сейчас обсуждается не с точки зрения решения проблемы обеспечения местами, например, в детских садиках или обеспечения местами в школах и так далее, а в том числе и с точки зрения разнообразия образовательных программ, конкуренции в уровне образования. Совершенно верно. Это да, это вопрос, который обсуждался, вот как раз, который вы затронули, Светлана, а должно ли частное образование работать в рамках образовательных стандартов? Наше мнение, что безусловно должно. Это должен быть такой гарантированный стандарт для всех уровней образования. Образовательный минимум такой, да? Ну, я вот от слова минимум пытался уйти как раз, да, образовательный минимум, как-то звучит, нехорошо, да, в рамках образовательного стандарта, и поэтому даже министр говорил о просвещении, о том, что да, должны быть школы-лидеры в государственной системе, но выполняющие этот образовательный стандарт. Для частной системы, безусловно, они будут, они желают ориентироваться на высший уровень, но они должны выполнять образовательный стандарт. И для тех, кто желает уже за счет дополнительных средств, ну, не средств, там, государство, работая по тарифам, да, или субъекта конкретного, это полномочия субъекта, они могут предоставлять образование в рамках, с учетом дополнительного образования, ну, другого уровня, да, поэтому они должны, для них должен быть установлен такой единый стандарт, который обязаны всех выполнять. Дополнительно, пожалуйста. Да, это новые вызовы, да, это система, если хотите, там, ну, может быть, конкуренции, там, мотивации государственных школ. Ну, обсуждение, да, оно было достаточно, там, интересным, и, вы знаете, не звучало во время выступлений, там, двухчасового такого обсуждения, не было ни одного мнения, что этого не надо. Дмитрий Александрович, а будет ли у нас здесь, в Кире, после вот этого, вот, в связи с этим трендом, какой-то в ближайшее время круглые столы, инициирована будет какая-то дискуссия, и происходить какие-то действия по этому поводу? Вот, вот, вы знаете, прежде чем проводить дискуссии, мы хотим, мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас есть конкретное, в общем-то, предложение, ну, и, скажем так, и желание, куда бы мы могли привести частные инвестиции, либо частные инвесторы, но это могут быть даже, скажем так, крупные предприятия в систему общего образования, в рамках концессии, там, устройство чего-то, либо, ну, каких-то точек роста. В то же время у нас есть и предложение, где бы мы могли привести частных инвесторов в рамках государственно-частного партнерства для строительства, там, новой, может быть, опорной школы. Но сейчас мы уже, как это сказать, мы прорабатываем, и все время нам понятен правовой механизм, да, как по нему идти, у нас нет вопросов, как это реализовать. И возникает, как чаще всего, вопрос со стороны частного инвестора, то есть, что они получают. Но тут не всегда, понимаете, что было приятно, не всегда частные инвесторы задают вопрос, а где мы получим прибыль. А что мне за это будет? Для многих важно, прибыль выражается в подготовленных кадрах, а вообще в уровне системы образования в стране, патриотизм. То есть, в общем-то, поэтому это приятно слышать. Там не все говорят, сколько вы мне заплатите потом в тарифе. Многие говорят, а нам нужны подготовленные кадры. Нам надо сделать так, чтобы, и звучит, вы знаете, мы много, чтобы не было очень приятно, мы много, помните, говорили о том, что дети у нас есть миграция, да. Вы знаете, это становится такой национальной задачей, в общем-то, чтобы сохранить в рамках, звучала такая формулировка, значит, экосистема, ну такая образовательная экосистема, что в рамках вот этой системы, замкнутой экосистемы, сохранить детей, они бы никуда не уезжали. Там и из конкретного субъекта, и из страны, и это и профильные классы в каждом субъекте, с учетом интереса муниципального района конкретного субъекта. Это и какие-то, не какие-то, а вполне конкретные конкурсы профессионального мастерства, WorldSkills, это и конкурсы профессионального роста, и лидеры России, у нас это лидеры вятки. То есть дать возможность учиться лучших, в общем-то, и способных, талантливых детей сопровождать. Чтобы были социальные лифты, чтобы они работали. Совершенно верно. А в дальнейшем создавать возможность трудоустройства, в общем-то, и чтобы был смысл всего этого. То есть это комплексная задача, она касается не только вашего ведомства образования, Да, и причем у нас, могу сказать, что этот вопрос у нас в ближайшее время, вот именно тот, который сейчас я вам сказал, он будет рассматриваться и на Совете Приволжского федерального округа с участием главы региона, поэтому это такая тоже одна из национальных задач. Прервемся на полминуты. Напоминаю, у нас в студии Дмитрий Курдюмов, заместитель председателя правительства Кировской области. Мы продолжим уже очень скоро. Виталий, побывайте. Продолжаем разговор. У нас в гостях Дмитрий Курдюмов, заместитель и председатель правительства Кировской области. Идет видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте Эхо Кирова. Ну и, естественно, продолжается наш эфир. У нас уже так сплелись две темы, которые мы анонсировали. Это тема итогов Гайдаровского форума и вторая тема, которую мы планировали, это реализация нацпроектов. Они сплелись вместе. Они тесно связаны, безусловно. Они обсуждались на Гайдаровском форуме, как вы говорили. Что касается первого вопроса, который вы сейчас подробно досмотрели, достаточно нам осветили. Это большая дискуссия и примеры применения частных инвестиций в развитие образовательной сферы Российской Федерации. Тема, на самом деле, очень горячая. Я думаю, что мы возьмем ее отдельно тогда, когда уже будет предметный разговор. Конкретно тогда появится. Поскольку вы сказали, Дмитрий Александрович, что работа идет. Если еще закончить, скажем, не закончить, вернее, а поставить какую-то там пока промежуточную точку в вопросе обсуждения образования на Гайдаровском форуме, там, безусловно, обсуждалось строительство детских садов. Это необходимость. Будет продолжено в этом году. Создание кванториумов. Это система дополнительного образования, ранней профориентации. Высокого класса дополнительного образования. Ранней профориентации, да. Причем, скажем, комплексы кванториумов в субъекте, что у нас происходит сейчас в Амутнинск, на конечном этапе Кирово-Чепецк. В этом году мы готовимся, чтобы проводить сейчас подготовительное мероприятие, создать большой кванториум в городе Кирове. Да, этому направлению уделялось там большое внимание. Создать большой кванториум в Кирове? Да, конечно. В какие сроки? До конца этого года. Прекрасно. А место уже известно. Я упустила. Я пока не буду называть. Мы сейчас про Кирова мало говорили. Вы знаете, в Кирове тоже будет создан кванториум. В нем предполагается создание восьми квантов. Это вот та же самая техническая направленность. Более того, в соответствии с национальным проектом образования в Кирове у нас запланировано создание уже в следующем году такого аналога «Сириуса» для одаренных детей. Это лагерь «Сириус» для одаренных детей, где реально очень серьезные программы. Там работают сотрудники вузы. Это тоже система доп. образования. Мы причем уже с Роман Тикановичем обсуждали этот вопрос. Они готовы подключиться и к кванториуму. Но пока на этапе обсуждения я бы не хотел говорить какие-то конкретные вещи. Мы это прорабатываем и хорошо понимаем. Дальше у нас в рамках национального проекта образования есть такое мероприятие, как создание IT-кубов. Но это IT-классы. И вы знаете, мы видим это как под одним, скажем так, в одном месте организована четко работающая система дополнительного образования. Ну, современного. Такая мини-силиконовая долина под одной крышей. Вы хорошо об этом сказали. Да, с удобным подъездом, с хорошей прилегающей территорией. Это такой, ну, скажем так, флаг, где дети могли бы еще не только там заниматься. Было бы, ну, скажем так, общение, там, как каоркин, какое-то детское кафе. Заречный парк предлагают рассмотреть для строительства такого прекрасного места. Ну, вы знаете, все-таки это должен быть, наверное, и центр города. Это должна быть шаговая доступность. Поэтому сложный вопрос. Я попросил бы пока набраться терпения. И мы сейчас в высокой степени проработки. Мы совместно с администрацией города к этому вопросу подходим. Территория Квату еще бы очень подошла. Вот я поэтому и просил, когда я просил набраться терпения, я просил не гадать сейчас, да, а дать нам возможность представить для критики наш проработанный со всех точек зрения, скажем так, какой-то проект и предложение. То есть, о каких сроках идет речь? Вот к какому времени вы планируете? Вы знаете, нам нужно определиться в течение буквально вот текущего месяца общей концепции, потому что средства федерального бюджета, они выделяются на оборудование, это большие деньги, это то же самое, что было и в том году. А что касается создания условий, подбора помещений либо строительства там чего-то нового, капитального, ремонт, реконструкция, это средства консолидированного бюджета субъекта. Поэтому времени год и, в общем-то, скажем так, но у нас нет шансов не выполнить, как мы говорим. Второй вопрос, который обсуждался на Гайдаровском форуме, очень важный, и Игорь Владимирович принимал участие в этой дискуссии, это тема национального проекта здравоохранения, он выступал с докладом, там группа губернаторов была, в общем-то, которые имеют, скажем так, ключевые компетенции в каких-то направлениях здравоохранения, в общем-то, делились лучшими практиками. Безусловно, никто не говорил, что у нас сейчас все что-то идеальное, надо делать именно так, но мы обсуждались и проблемы. Вы знаете, даже вот у нас следующий вопрос, система долговременного ухода, он связан с национальным проектом здравоохранения, поэтому я так очень подхожу. У нас в рамках 204 указа стоит показатель этого улучшения, безусловно, показатели, которые должны значительно улучшить демографическую ситуацию. Если оценивать по количеству средств, которые правительство Российской Федерации выделяет субъектам в виде межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов, то на первом месте стоит национальный проект «Демография». Там есть и детские сады, там есть, в общем-то, и система долговременного ухода, о которой мы поговорим, там есть и комплекс мероприятий, система здравоохранения, здравоохранения, это и там, во втором месте у нас здравоохранение и образование. В общем-то, это весь социальный блок. Это, собственно, все в комплексе. Да, и понимаете, да, там нам надо, чтобы люди почувствовали здесь сейчас, это вот как про детские сады, мы много-много говорили, что мы там шесть построим, шесть построим, мы их построили, сейчас идет выдача путевок, уже более 500, как вот сейчас у меня докладывала администрация города, путевок в детские сады выдана. Здесь, конечно, вопрос справедливости, кто должен там первый пойти, мне писали, знаете, там даже в Инстаграме, для кого вы это делаете, первоочередники, это чиновники, депутаты, нет, они не являются первоочередниками. А мест детские сады вот уже, ну, скажем, будет порядка там двух тысяч в ближайшее время, и я думаю, эту работу надо проводить, и я уверен, что в рамках там вот нескольких месяцев жители Кирова, когда они посмотрят, когда дети придут в новое детское сады, они это почувствуют. Вот, что касается системы здравоохранения, безусловно, нам нужно достичь не только выполнения демографических показателей, да, но улучшить качество жизни людей. Ну, вот давайте проанализируем основные причины смертности населения, там, да, у нас, мы должны добиться средней продолжительности жизни от 78 лет. Вот, касаясь сразу долговременного ухода, должна ли и может ли система здравоохранения справляться с этим? Сама нет, с системой социального обслуживания, и здесь мы рассматривали лучше практики, именно поэтому мы ездили и смотрели, но здесь нужно... В Израиле поговорить. Да, да, об этом поговорим. Но здесь мы должны еще и ключевым образом, скажем так, не реформировать, а, ну, скажем так, модернизировать, оснастить современным оборудованием, поручить, по-другому подойти под горкувкой кадров, выстроить систему там в свое время доставки после сопровождения после операционного, либо сопровождения после консервативного лечения пациентов с болезнью системы кровообращения, онкологии. На первом месте БСК, болезнь системы кровообращения. Но это, наверное, не только в Кировской области, это в целом по стране, да, и даже в целом мире, наверное. Анас, совершенно верно, да, совершенно верно вы говорите. Да, на первом месте болезнь системы кровообращения. Мы, я не буду останавливаться на структуре, мы ее анализируем и полувозрастной состав, и понимаем, где какая смертность от болезней. Ишемическая болезнь сердца, инфарктов, хроническая болезнь сердца, сколько вот болезней системы церебровоскулярных заболеваний, инсульта, инфаркта. Мы должны в рамках одного национального проекта влиять на каждую составляющую, безусловно. Это новое оборудование, безусловно, это увеличение количества операций, но это еще не все. Важно пациентов правильно ввести в послеоперационном периоде. Мы уже внесли изменения и отразили это в территориальной программе госгарантии. Пациенты после операции на сердце будут обеспечены препаратами, антиагрегантами. Не как раньше там было 6 месяцев. Это была и наша инициатива. Мы сделали там до года. Более того, и это в докладе затрагивал губернатор, мы не из первых в Российской Федерации будем реализовывать проект лекарственного возмещения. То есть много пациентов, знаете, при льготном лекарственном обеспечении, когда говорят, что у вас проблемы, но мы когда общаемся, сейчас прямые линии происходят еженедельно. Пациенты хотят выбирать торговое наименование препарата, к которому они привыкли. Такая возможность в рамках лекарственного возмещения будет предоставлена, но мы пока пойдем с районов. То есть пациент будет выбирать по торговому наименованию лекарственные препараты в аптеке в соответствии с тем перечень, который будет сформирован по международным непатентованным наименованиям. Но он будет выбирать по торговым наименованиям, и ему будет компенсироваться часть стоимости в соответствии с порядком, рекомендованным Минздравом и определенным поставлением правительства Кировской области. Я думаю, что здесь те, кто хочет выбирать, это право выбора будет предоставлено. Но мы пока на старте этого проекта мы консультируемся с Минздравом. Это очень непросто. Мы проходили это согласование, потому что я хочу тоже сказать, что когда мы сейчас на этапе проработки, соберем пресс-конференцию и расскажем, как это будет. Я тоже пока оставил это немножко за скобками. Я все-таки хотела бы... Дальше пациентов, да, после операции нужно, безусловно, ввести. Поэтому национальные проекты это и обеспечение пациентов современным лечением и онкологическими заболеваниями. Вы знаете, когда мы обсуждаем национальные проекты в сфере здравоохранения, все говорят о том, что, да, безусловно, наибольший вклад в смертность вносит болезнь системы кровообращения. Инфаркты, инсульты, хронические заболевания. Но ожидания жителей Кировской области, Российской Федерации многие хотят увидеть, ну, скажем, значительных изменений и прорыва в оказании медицинской помощи пациентов онкологического профиля. Хотя здесь смертность на втором уровне. И мы, скажем так, мы к этому тоже, в общем-то, готовимся. И вы знаете, что очень приятно. У нас реализация национального проекта, если на этапе подготовки документов и обсуждений, обоснованиях, что мы должны там, в общем-то, проводить такие-то мероприятия, финансировать для нашего субъекта, было увеличено, в общем-то, в первый год, в первые годы в разы. В один из, там, в девятнадцатый, могу сказать, что в два раза. Это даст нам возможность. То есть, технологии, применяемые сейчас для лечения пациентов онкологического профиля, они дорогие. Я не говорю о том, что все технологии должны быть возможны на уровне Кировской области. Нет, это неправильно. То, что должно быть здесь, мы здесь организуем, а дальше мы организуем взаимодействие с ведущими федеральными центрами. Здесь нам нужно прерваться на полторы минуты. Напоминаю, что мы общаемся сегодня с Дмитрием Курдюмовым, заместителем председателя правительства Кировской области. Видеотрансляция ВКонтакте продолжается, но на полторы минуты в эфире будет реклама. Дневной разворот продолжается, и продолжается наша трансляция в нашей группе ВКонтакте Эхо Кирова. Видеотрансляция. Мы общаемся с Дмитрием Курдюмовым, заместителем председателя правительства Кировской области, но и тема, о которой сегодня уже неоднократно упоминалась в процессе нашего общения, и на которую мы хотели взять давно, как только узнали, что наши специалисты поехали в Израиль. Я вот не припомню, были ли раньше такие выезды в страны, где на самом высоком уровне какие-то специализированные виды медицинской помощи оказывается. Израильскую медицину мы знаем и в части, кстати говоря, онкологии, и в части гириатрии. Как называется, Дмитрий Александрович, вы сказали, это помощь по-другому, двумя словами. Это долговременный уход. Давайте разложимся по полочкам. Что касается, у нас есть национальный проект демографии, где есть составляющая, в общем-то, федеральный проект, это системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения, либо старшего поколения. Одним из мероприятий, которого является как раз это вот мероприятие долговременного ухода. Я немножко тогда вступление, если позволите, минутное к этой теме. Когда мы с вами, а у меня не вызывает сомнений, реализуем мероприятие успешно, программы национального проекта здравоохранения, мы, безусловно, увеличим продолжительность жизни. И здесь возникает вопрос, что старшему поколению нужно, в общем-то, активно и качественно жить. И здесь нужно обеспечивать достойный, в общем-то, не граждан старшего возраста, а достойный человек, в общем-то, уход и сопровождение. По мнению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, два министерства были инициаторами вот такой комплексной поездки в Израиль. Как раз участвовали порядка там 30 делегатов из 12 регионов Российской Федерации. Это министры, заместители, представители правительства, пулирующие социальное направление. Как раз Израиль имеет определенные интересные практики по системе долговременного ухода и в амбулаторных условиях, и стационарных. Какие это применимы к нам, какие это неприменимы, потому что большинство практик стационарных это частные практики и с большим соплатежом населения. Что заслуживает внимания, на мой взгляд, и применимо, и правильно. Много того, что там есть, существует и в нашей стране, но в общем-то чуть-чуть может в другой форме. Что для нас показалось полезным и уже сейчас я думаю, что мы готовимся это использовать уже сейчас. У нас есть в структуре Министерства социального развития Кировской области и стационарные учреждения. Вот у нас их там большое количество. Это общего типа, психоневрологического типа, но есть комплексные центры социального обслуживания. У нас я буду подгляжу по цифрам все в голове. У нас 12 межрайонных комплексных центров и 10 комплексных центров районных социального обслуживания. То есть, в каждом районе есть комплексы центров социального обслуживания. Где есть социальные работники? И порядка 1400 социальных работников именно в этих комплексных центрах осуществляют надомное обслуживание. Людей пожилого возраста. Все верно. Людей пожилого возраста. Это порядка аналогичное количество. Не аналогичное количество, а по нашим данным это 13 тысяч. Каждый порядка 10-9 человек обслуживает. И вы знаете, здесь возникает вопрос. Кроме того, что они помогают им, скажем так, жить, они повышают их качество жизни, они наверняка помогают участвовать в мероприятиях, которые проводят комплексные центры социального обслуживания. Нам подсказали, что социальные работники могут помогать в том числе системе здравоохранения доводить до пациентов информацию, для пациентов, для жителей информацию о том, что нужно своевременно проходить профилактические мероприятия. Нужно соблюдать приверженность к назначенному лечению. Нужно помогать в наших реалиях, помогать, получать, ну скажем так, льготные лекарства, потому что выйти из дома тоже определенный труд. Упрощать эту процедуру. Ну и так далее и тому подобное. И здесь есть еще очень важное мероприятие, к которому мы готовимся. Вот в рамках вот этого национального проекта Кировская область вошла в число тех регионов, которым будут выделены средства на приобретение даже транспорта для доставки вот этих вот жителей из дальних районов на обследование в центральные районные больницы, в другие учреждения, да, транспорт. И здесь логистику, конечно, тут по, скажем, доставке на обследование пожилых жителей, там, да, будут выполнять, участвовать в этой логистике, да. Вместе с Министерством здравоохранения будут участвовать социальные работники, которые осуществляют уход на дому. И вот здесь было очень интересно посмотреть, и это вот такая комплексная совместная работа Министерства здравоохранения, Министерства социального развития, которое, в общем-то, каждый выполняет свои задачи. Министерство здравоохранения, безусловно, лечит, ведет медицинскую документацию. Нам придется доработать информационную систему, которая будет у нас в законных рамках взаимодействовать с социальной службой. Это, кстати, один из ключевых критериев включения региона в этот проект. Мы к этому готовы, потому что мы можем транслировать нашу информационную систему на социальную защиту, социальное развитие. Вот я очень так образно рассказал, но мне кажется, там вот явная необходимость этого, она нарисовалась, да. То есть человек, простыми словами, социальный работник, который приходит к пожилому человеку в районе области, он должен следить за выполнением рекомендаций врача, упрощать получение льготных лекарств для этого пациента. Он должен своевременно обеспечивать доставку пациента и помогать этой доставке на том транспорте, который, безусловно, будет приобретен. У нас уже есть перечень, мы определили, куда этот социальный транспорт осуществляет доставку для оказания медицинской помощи пациентам в центральной районной больнице, в поликлинике, если есть необходимость, в областные клинические больницы. А знаете, сколько машин уже приобретено и что это будет за транспорт? Я пока не буду называть, у нас еще соглашение не подписано, но все необходимые документы мы подготовили, направляем периодически, в том числе там есть приложение с перечнями транспорта. Пока не буду называть, когда соглашение будет подписано, но это большая сумма, это более 30 миллионов. Дмитрий Александрович, в связи с этим видится, что возможно увеличится количество социальных работников, и штат в том числе, например, надо будет шоферов нанимать и так далее. Это тоже учитывается проект? Вы знаете, что когда мы говорим о реализации национального проекта, основное условие для того, чтобы субъект в нем поучаствовал, это не только там список оборудования, транспорта, это еще и полное понимание того, как субъект будет осуществлять расходы по текущей деятельности, по текущему содержанию, по выплате заработной платы, конечно, есть. Еще тогда вопрос. Наверняка для таких соцработников потребуется дополнительное какое-то образование, может, небольшие какие-то курсы обучения. Уже запланировано. Могу сказать, что у нас уже в Министерстве здравоохранения и социального развития, они определили площадку, где это будет проходить. Сейчас идет процесс согласования программы этого обучения. Такое обучение запланировано. Это уже наша инициатива, она уже такая непрограммная. Мы охватим, безусловно, все те моменты, о которых я поговорил, вплоть до того, чтобы даже показать, как работать в информационной системе, как помогать соблюдать рекомендации, как проще записываться на прием, какие возможности есть, как упростить процедуру получения льготного лекарственного обеспечения, как, если есть желание поучаствовать в лекарственном возмещении, ну и так далее, и тому подобное. Мы такое комплексное обучение, программу обучения сейчас готовим. Еще два вопроса, которые касаются этой же темы. Во-первых, благодаря этой федеральной программе большой, сможем ли мы охватить большее количество пожилых людей для того, чтобы они могли пользоваться таким обслуживанием? И, во-вторых, мы знаем, что у социальных работников долгое время был очень низкий уровень заработных плат. Здесь, в этой сфере, будут ли какие-то действия производиться? Вы знаете, что касается заработных плат, сейчас все субъекты выполняют, четко выполняют показатели по заработной плате, которые определены, в общем-то, старым майским указом президента. И это целевой показатель является срединочисленная заработная плата. И вот сейчас мы собирались и оценивали показатели выполнения по всем категориям. Там 11 категориям работников, в том числе социальным работникам, Кировская область выполнила. Это 100% срединочисленная заработная плата. Там есть допустимое значение, которое позволяется в рамках, потому что есть погрешность статистическая. Мы выполнили все показатели, поэтому заработная плата работнику в социальной сфере, она тоже корректируется. Вы говорите о том, что есть ли возможность поднять ее выше. Да, в этом году тоже индексация будет происходить в связи с тем, что срединочисленная заработная плата, она постоянно растет. И неуказным категориям работникам тоже, в общем-то, по поручению, скажем, президента на 4-3% тоже будет предусмотрена корректировка по заработной плате. То есть это постоянная работа. А что касается количества клиентов, охвата пациентов, подопечных? Вы знаете, здесь должно ли быть не 14 тысяч, допустим, не 13, а больше? Да, наверное. Но здесь почему нужна информационная система? Врачи первичного звена как раз будут давать информацию социальным работникам, ну, без каких-то, с учетом там соблюдения передачи персональных данных, они будут давать информацию, кого, по их мнению, с учетом там имеющихся заболеваний, нужно активно выходить и брать на обслуживание, которые, в общем-то, сами не обращались в комплексные центры. А дальше, наверняка, не наверняка будет установлена какая-то обратная связь от социальных работников в этой информационной системе. Поэтому, да, конечно, для того, чтобы добиться результата, охват должен быть больше. Будут ли дополнительно привлечены на работу социальные работники? При необходимости, конечно, будут. Необходимо ли в этой связи обучение? Конечно, необходимо. Спасибо. Мы завершаем наш эфир и завершаем видеотрансляцию в нашей группе ВКонтакте. Мы благодарим Дмитрия Кордюмова, заместителя председателя правительства Кировской области, за то, что вы сразу после форума буквально к нам пришли. Это очень важные все темы. Прощаемся. Дневной разворот завершен. Анна Лапшина и Светлана Занякова. Всем до свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»